Приветствую вас! Итак, Верховная Рада Украины приняла решение рассмотреть закон про амнистию капитала. А я вам сейчас рассмотрю вариант, как амнистия капитала может вам помочь купить акции в Facebook, ну или акции другого американского фондового рынка, или сертификаты индексного фонда, или, короче, дать возможность инвестировать деньги на американский фондовый рынок, накопить себе на пенсию или заработать чертовски много. Американский фондовый рынок, конечно, шикарный, и там действительно можно довольно хорошо заработать, хотя и рискованно, но заработать можно было, это факт. На сегодняшний момент любой гражданин Украины имеет возможность инвестировать на американский фондовый рынок и купить акции в Facebook, если тесла, если вам больше, Apple и так дальше. Что для этого надо сделать? Ну, я несколько раз рассказывал, но еще раз повторю. Для этого вы заключаете договор с американским профилем. Можно самостоятельно, ну, сам сейчас такой популярный, он довольно хорошо работает с украинцами, этот интерактив брокерин. Много рекламы, даже можете просто набрать в Google это название, и связаться с ним с помощью интернету. И заключить контракт. Особных проблем существует. Если вам это, вы считаете, что это сложновато, обратитесь к нашим торговцам. У нас сейчас целая такая группа торговцев, которые оказывают помощь в заключении контракта с американским профилем. И даже предлагают по тому слуги, что они будут вам рассказывать, какие акции покупать и продавать, и так дальше. Пожалуйста. Вот такой вариант. Итак, заключили вы профильское соглашение с американским профилем. Теперь возникает ситуация, как перечислить туда деньги. Потому что для того, чтобы покупать и продавать, да, это все с фуарфоном, без проблем. Едете в метрополитене, и раз, о, купили акции в Facebook, потом доехали, о, продали. Это все, пожалуйста, работает. Без проблем. Но для начала деньги надо перечислить на свой счет у американского брокера. На сегодняшний момент вы, как гражданин Украины, имеете право за один год перечислить на свой счет до американского брокера 200 тысяч евро. Ну или, соответственно, пересчитайте в доллар. Такую сумму раз в год, то есть до этой суммы можете перечислить. Можете меньше. Закон не возвращает. Вот 200 тысяч евро можете перечислить. Хорошо? Замечательно. Если это перечислять каждый год, это 2 миллиона евро через 10 лет. Неплохо. А через 20, ну, вообще всталили. Посмотрите, какой нюанс. Для того, чтобы перечислить, вы обращаетесь в банк. Практически сейчас большинство банков эту услугу предоставляют. Понятное дело, у вас там должен быть валютный счет. Ну или чаще всего мультий счет. Можете внести или валюту, или, соответственно, вносите. Гривну конвертируете. И подаете определенный набор документов для того, чтобы вас зарегистрировать как инвестора за рубеж. И тут возникает нюанс. Нужна справка с налогом. Который будет подтверждать источники происхождения ваших денег. Тут это вопрос очень принципиальный, потому что для того, чтобы все было хорошо, ваш банк, через который вы перечисляете вот эти документы, передает в национальный банк, регистрирует вас. И там принципиальный вопрос, чтобы деньги были белые. И в данной ситуации может возникнуть такой нюанс, когда у вас есть деньги. Да есть у вас 200 тысяч, 300, 400, еще дай Боже. Но справка с налоговой нет. Ну нет справки с налоговой. То есть вы не можете сказать, ну вот видите, да, я заработал, ну вы же понимаете, как понимаю. Понимаю. И вот тут, конечно, вот амнистия капитала может вам помочь. Рассматриваем вариант. У вас есть банковские депозиты с хорошей суммой тяги. Хорошая. Можно гривна, не имеет значения. Вот тут как раз не принципиально. Гривна, доллар – это не принципиально. Вы декларируете, платите 5% согласно амнистия капитала. И у вас получается шикарная справка с налоговой. После этого. Даже не обязательно эти депозиты трогать. Пускай это мне не остается. Ну я скажу с точки зрения у вас и там, и там, и там, где эти есть. Но вы уже имеете справку. Берете справку и говорите, смотрите, вот я задекларировал полмиллиона долларов. Уплатил 5%. Вопросы нет. Я хочу перечислить 200 тысяч долларов на свой счет американского брокера. Тоже вопросы нет. Все легально. Все спокойно. Перечислили и зарабатываете. Так что в данной ситуации вот эта амнистия капитала действительно даст возможность тем, которые хотят, так сказать, инвестировать на американский фондовый рынок, делать это на практике. Ну что ж, ждем закон, когда он примут, когда президент подпишет. И можно такой трюк сделать. Я понимаю, скажите, я потеряю 5%. Ну 5% это все-таки не 18, не 19 и 5, 10. 5% все-таки немножко не так уже много, если на то пошло. Это вы раза платите. После этого, как вы сами поняли, несколько раз платить не надо. То есть, грубо говоря, уже в рамках вот этой декларации, вот я же все заплатил, вперед. Можно ли на американском фондовом рынке заработать больше 5%? Можно, можно. На фейсбук акции, ну как сказать, где-то можно, где-то даже больше. Вообще, поймите, покупка-продажа акций, она, конечно, рисковая. Но есть таких пару простых правил, что называется. Если вы покупаете, продаете самые торгуемые, самые популярные акции, то по большому счету, ловить тренд или сыграть с трендом несложно. Там, понимаете, какая ситуация, вот растут они в цене. Хоп! Очень большой рынок, очень хорошее. Падает, да. Но, опять же, это американский рынок. Даже когда они падают, вы можете на этом заработать, на падение. На американском рынке это довольно... Опять же, с помощью смартфона. Не надо там очень усложнить. Ну, есть, действительно, метод, который вы время от времени вспоминаете. Я про него говорю. Это когда вы покупаете сертификаты индексного фонда. Классика жанра. Есть фондовый индекс, тендер, пур 500. Ужасно популярный, про него, ну, везде пишут, анализируют и так дальше. И он, фактически, показывает индикатор. Вот это, знаете, как чувствительный индикатор американского фонда города. Вы можете купить сертификаты этого фона. Опять же, с помощью смартфона. И дальше ситуация следующая. Американский фондовый рынок растет. Стоимость ваших сертификатов растет. Падает, падает, растет, падает, растет, падает, растет. То есть, вы, грубо говоря, просто купили, читаете новости, ага, вырос, о, уже хорошо, вырос, хорошо. А дальше ситуация следующая. Когда он вырос с той массой сертификата до уровня, который вы считаете для вас приемлемым, вы его просто подаете. Ну, и на этот раз, если заработать. Вот такой просто фонд. Да, можно, грубо говоря, купить. Но вы считаете, что американский фондовый рынок в ближайшие 5 лет будет расти. Или сертификаты. Ну, и ждете 5 лет. Есть фонды, которые, вот это индексы, платят дивиденды. Да. Причем некоторые платят ежеквартально. Не удивляйтесь. Не скажу, что очень много, но платят. Ну, за счет чего? Они, да, они покупают акции вот этих различных, которые входят в стендарт пункт. И по итогам заработка, платят дивиденды. Такая ситуация есть. Тоже возможен вариант. Но, в принципе, да, действительно, есть такой нюанс, с моей точки зрения, полезный. Вот это миссия капитала. Что это даст возможность тем, которые сейчас хотят инвестировать на американский фондовый рынок. Но по ряду обстоятельствам сложно взять справку с налоговой. А миссия капитала это позволит сделать. Так что подумай. А почему бы нет? Ну, все деньги инвестировать на американский фондовый рынок сложновато. Ну, а кусочек почему бы нет? Можно инвестировать. Я говорю, там можно и более активно, и более, так сказать, скромно. Подумай. Благодарю за внимание.